Климкин рассказал о сломанной логике России за решение трибунала ООН. Климкин рассказал о сломанной логике России за решение трибунала ООН. Полночь 51 РИА новости, Нэнси Сисель, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытом заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. РИА новости, Нэнси Сисель, Москва, 29 мая. Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter заявил, что решение Международного трибунала ООН нарушило планы России. Он заявил, что Москва якобы планировала использовать украинских моряков в качестве разменной монеты. Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. «Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой», — написал Климкин. Решение в Гамбурге сломало российскую логику, за яко его не хотели використать и наших хлопцев як розменную монету, сыгравши на политичной конъюнктуре. «Теперь разом за друзьями и партнерами перетворима символичную перемогу практични вожели. И обовийского повернема. Моряки в додому». Павел Климкин. Собака Павла Климкин. 28 мая 2019 год. 25 мая, 18-17. Климкин заявил о победе над Россией. В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом он не требует от России прекратить уголовное дело против задержанных. Также трибунал постановил, что Москва и Киев обязаны представить отчеты по событиям в Керченском проливе не позднее 25 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Москвой решения трибунала может привести к разблокированию двусторонних переговоров. Российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе и об отсутствии трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос. В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей. В итоге корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ задержали. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Зеленский. Продолжение следует... Продолжение следует...